Десятки финалистов в четырех номинациях. На сцену Дворца детского творчества на церемонию награждения поднимались представители почти всех средних учебных заведений города. И каждый из ребят был в чем-то хорош. Один быстрее всех сложил оригами, другая девочка, единственная, правильно ответила на вопрос об истории создания телефона. Добравшись до финала, каждый из ребят уже был победителем. В этом году мы изменили структуру и добавился у нас еще один этап заочный. Он проходил раньше в школах. Ребята получали задания, в классах проходили и потом к нам сюда приходили три лучших. С этого года участникам пришлось заполнять электронную заявку личную или с помощью родителей. Таким образом, к полуфинальным встречам добрались только те, кому действительно хотелось доказать. Я самый эрудированный ребенок. В этом году таких оказалось почти 750 человек. Одна из них, Вероника Санталова, по результатам финальных встреч завоевала звание самой эрудированной четвероклассницы. В своих знаниях девочка не сомневалась, но с оговоркой могло случиться все что угодно. Олимпиады это всегда лотерея. Ты можешь выиграть, а можешь нет. Не стоит расстраиваться, если ты не добился каких-то, ну, каких ты хотел, возможно, результатов, потому что в следующий раз все обязательно получится. Вероника участвует в саммите с самого его основания. Послужной список внушительный. Во втором классе девочка смогла пройти на городской этап, а в третьем стала бронзовым призером. Самым сложным в этом году ей показался вопрос с переливанием воды. Потому что действительно нужно было подумать, и это было не самое, далеко не самое простое задание. И еще, ну, непростым показалось оригами. Потому что, конечно, это вроде бы и не сложно, но, с другой стороны, не каждый человек может, ну, просто все понять вот так вот по схеме, без объяснения, и сразу сложить все как нужно. Улучшая и дополняя задания с каждым годом, организаторы уверены, количество участников будет расти. И пусть работу по приему заявок и проведению финальных этапов отнимает все больше времени, все не зря. Для сотен мальчишек и девчонок создается ситуация успеха, а это дорогого стоит. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.